В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. Пожар в поселке Волжске оставил без крыши над головой семью из нескольких человек. Огонь вспыхнул около 11 вечера. Во дворе частного дома загорелся деревянный сарай. В считанные секунды огонь перекинулся на деревянный дом. В это время к месту уже спешили спасатели. На месте возгорания работали 7 единиц спецтехники и 22 человека личного состава. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. По одной из версий причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Девять административных протоколов составлено. Таковы итоги проверки специалистами областного управления Россельхознадзора мини-рынка под Самарой, где торгуют семенами цветов, саженцами кустарников и деревьев. По закону на каждый вид товара продавец должен иметь документ, подтверждающий его посевные качества. У некоторых предпринимателей их не оказалось. Данные посадочные материалы посевной ввозятся на территорию Самарской области нелегально. Сорта не районированы на территории Самарской области. Не учитываются климатические условия нашей области. Не учитывается световой пояс нашей области. Проще говоря, покупатель рискует остаться ни с чем. Купленные семена или саженцы, привезенные, например, из Краснодарского края, республики Узбекистан или из Молдавии, попросту могут не прижиться в средней полосе. Самарские полицейские совместно с активистами общественного движения «Народный контроль» продолжают борьбу с незаконной торговлей алкоголем. Очередные рейды прошли в промышленном районе Самары. В одном из магазинов горячителем торговали без специальной лицензии. Теперь предпринимателю придется заплатить крупный штраф, а возможно и вовсе свернуть бизнес. В другом магазине, расположенном на первом этаже жилого дома, алкоголь продавали в неустановленное время. В отношении виновного лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За данное правонарушение виновное лицо ожидает штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Находящаяся в незаконном обороте алкогольной продукции, взъятая из оборота деятельность по реализации алкогольной продукции в запрещенное время пресечена. Более ста полицейских приняли участие в тактико-специальных занятиях, которые проходили в Отрадном. Основной целью учений стала отработка слаженных и грамотных действий полицейских при возможном осложнении оперативной обстановки во время проведения спортивных матчей. Весь личный состав был поделен на функциональные группы. Оцепление, конвоирование, патрулирование группы резерва, ведение переговоров и связи. В итоге условных бунтовщиков задержали, скрутили и погрузили в спецтранспорт. Практические действия. Теория – это теория, но ногами и руками, когда потрогаешь и попробуешь, это все гораздо доходчивее и надолго запоминается. Поэтому практические действия, они всегда важнее, больше, чем теория. На оценку хорошо справились. Особых замечаний к личному составу нет, к копировке, к вооружению. Все было в соответствии с расчетом сил и средств. 18 нетрезвых водителей за несколько дней работы задержали инспекторы ДПС в ходе совместного патрулирования улиц городов области с активистами ночного патруля. Так, в Самаре около полуночи на улице Белорусская общественники заметили вазовскую приору, водитель которой вел себя подозрительно. Информацию о нем передали дежурному экипажу ДПС. Уже через несколько минут легковушку остановили. Выяснилось, за рулем находился 30-летний житель Самары, который на момент задержания был лишен водительских прав и уже 40 раз привлекался к административной ответственности. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. Решительность и хорошая физическая форма помогли инспектору ДПС задержать нетрезвого автоугонщика. В эфире нашего телеканала мы уже показывали сюжет, где полицейский с ловкостью героя боевика ногой разбивает стекло автомобиля и вытаскивает преступника из-за руля. Видео буквально взорвало интернет. И вот награда нашла героя. Инспектора, выполнившего свою работу на отлично, поощрило руководство областной госавтоинспекции. В социальных сетях это видео набрало уже более полутора тысяч просмотров. Кадры видеорегистратора, установленного в патрульном автомобиле, были сняты месяц назад. На них запечатлено, как инспекторы ДПС преследуют белую иномарку, которая была угнана от одной из моек в Самаре. Когда машину удается блокировать, задержания водителя происходят молниеносно. Чтобы вытащить преступника из салона старшему лейтенанту Ринату Аделову даже приходится разбить боковое стекло. Я, выбежав из машины, увидел, что данный водитель пытается заблокировать дверь. И я принял решение, что нужно разбивать стекло. И считаю это единственным верным решением в данной ситуации. Потому что, если бы он заблокировался, он мог уехать и были бы иные тяжкие последствия. Погоня за автоугонщиком продолжалось около 15 минут. Даже за это время водитель иномарки много раз успел грубо нарушить правила дорожного движения. Скорость автомобиля порой достигала 120 км в час. А в один момент преступник даже чуть не сбил пешеходов на зебре. В отношении данного водителя было составлено 17 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. Как выяснилось позже, данный гражданин ранее был уже судим. Определить дальнейшую судьбу автоугонщика снова предстоит суду. А старшего лейтенанта Рината Аделова, который уже почти 9 лет служит в полиции, за отличное выполнение служебных обязанностей руководство решило поощрить. Служебная проверка в отношении действий инспектора ДПС доказала их правомерность и стоятельность. Достойный сотрудник за грамотные и профессиональные действия инспектор ДПС Аделова был поощрён правами начальника ГУНВД по Самарской области денежной премии в размере 10 тысяч рублей. Инспектор ДПС Ринат Аделов героем себя не считает. Говорит, просто выполнял свою работу. Что касается хорошей физической формы и неплохой, как выяснилось, растяжки, свои плоды дали годы занятия спортом. На этом у нас всё. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!